Своим здесь места нет. Дворы, тротуары, обочины, дорог возле многих организаций заставлены подозрительно похожими друг на друга автомобилями. Служебный транспорт зачастую оккупирует парковки целиком, не оставляя мест для жителей окрестных домов. Коммерсанты просто не хотят тратиться на организацию стоянок для служебного транспорта. Территория городская, но горожане ей воспользоваться не могут. Как с этим предлагают бороться, расскажет Василиса Елисеева. Тут столько машин, я говорю, а вот там приходится вставлять на пруду машины. Двор на улице Крыжжановского давно превратился в стоянку для служебных машин. На первых этажах офисы, магазины, доставка пиццы. Автомобили паркуют прямо на тротуаре. Вечерами их бывает настолько много, что для жителей мест уже не хватает. Почему здесь паркуете машину во дворе дома? Потому что мы тут работаем. Администратор кафе утверждает, места для парковки идут в придачу к аренде помещения. Но это лишь слова. Насколько у Вас аренда, насколько парковочных мест? Ну это уже немножко другая, к другому вопросу, другая информация. А это уже городская парковка на Севастопольском проспекте, которая больше напоминает таксопарк. Желтые автомобили выстроились в ряд и заняли больше половины мест. Остальные делят между собой водители службы доставки. Эта парковка вся занята вообще. Здесь тоже бывает вот этот ряд целиком занят. У Вас здесь рядом офис находится? Нет, не рядом. Мы здесь груз даем. Но у Вас есть какая-то служебная парковка? Как организовать в Москве именно для нашей компании парковку? Вполне возможно, что в скором времени это сделать придется. В Министерстве транспорта разработали поправки к закону о безопасности дорожного движения, согласно которым компании, даже индивидуальные предприниматели, должны будут организовать спецстоянку для своих автомобилей. Таким образом, чиновники хотят уменьшить число стихийных парковок во дворах домов и на других территориях общего пользования вдоль дорог и на городских парковках. Нас, допустим, не смущает, что автобусы у нас хранятся в автобусных парках, что для троллейбусов есть троллейбусные парки. Мы считаем это нормальным. Только почему-то в отношении не всех транспортных средств мы руководствуемся такой практикой. Это коснется тех, кто занимается и пассажирскими перевозками, и доставкой грузов. Но предприниматели сами будут выбирать, организовать парковку за свой счет или же арендовать места на уже имеющихся спецстоянках. Впрочем, если бизнесмен сможет договориться с жильцами, парковку можно будет оставить и во дворе. Помимо этого, компании могут обязать иметь помещение для техосмотра и техобслуживания. Может быть, машины для пиццы они будут ставить на платной парковке не во дворе, а на улице. И эта организация, она может позволить сейчас там, все стараются экономить, но не силами, ну не за счет жителей этого дома. Минтранс ничего нового не придумывает. Закон существует уже с 2012 года, но пока не действует, поскольку нет четких параметров, какой должна быть именно служебная парковка. Задача создать механизм, который заработает и будет прозрачным как для предпринимателей, так и для контролирующих органов. В качестве стимула предлагают ввести за нарушение штраф 25 тысяч рублей за каждую машину. Это условная цифра. Она будет меняться в зависимости от региона. До 24 сентября проект будет проходить публичное обсуждение, после чего поступит на утверждение в правительство. Василис Елисеева, Михаил Антоненко, Анна Лошевич.